Пятый канал представляет Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 В Засельске пропала 12-летняя девочка Наташа Звягинцева и ее мать Евгения Павловна. Когда пропали? Вчера. А кто заяву кинул? Муж Евгении, Алексей Звягинцев. Наташа его приемная дочь. Угу. А чем занимается? Коммерс? Ремонтирует велосипеды в городском парке. У него там вагончик стоит. Слушай, ну на ремонте велосипедов сильно ты не поднимешься до миллионера, так что... С одним мотивом ты быстро разобрался. Осталось еще 999 самых распространенных. А, понял. Уже уехал. Вчера в 16.30 телефон Наташи вышел из дома. Угу. Я что-то смешное сказал? Да просто представила себе телефон на ножках, выходящий из дома. Нет, ну понятно, что телефон не сам ушел. Что его кто-то нес. Но объективности ради мы же точно не знаем, что с ним вышла именно девочка. Хорошо, вышел телефон. Да кто угодно мог с ним выйти. Мать, подруга, преступник. Собак могла в зубах вытащить его. Да хватит уже. У меня просто образ в голове появился. Вот здесь телефон ускорился. Проехал несколько сотен метров. И сейчас и сети. Образ у нее. Ой, господи, ну это надолго. Чего надолго? Через час телефон вернулся. С него позвонили матери Наташи. Евгений Павлович Звягинцевый. Утром ушел на работу. Пол восьмого вернулся. А дома ни Жени, ни Наташи. Ну и вы начали всем звонить, обзванивать, да? Подругам, знакомым, одноклассникам. Потом в больнице, в морге. А с утра в полицию пошел. Скажите-ка, у вас на работе, ну вообще, большая загруженность? Так какая большая? С утра клиент, потом велик подвезли. Больше никого. Я вообще сам звоню. Сообщаю, когда нужно прийти. Какие у вас тут интересные фотографии. Через десять минут после звонка Натальи, телефон ее матери вышел из дома. Дошел до стоянки около дома. Телефон у Моректус. Слушай, Амелина, о чем ты думаешь? Да это на латыни. Телефон прямо ходящий. Продолжай. О, боги. Пошлите мне хоть немножечко еще терпения. Телефон Евгения ускорился. Вероятно, сел в машину. Проехал километр и отключился. Ну, кажется, боги тебя услышали. Телефон девочки еще несколько раз звонил телефону матери из разных районов города. Но телефон Евгении в сети так и не появился? Нет. И нет ни одного телефона, который бы сопровождал телефон Евгении или Наташи на их сложных маршрутах. А? А не слишком для двенадцатилетней девочки? Какая-то вы знаете, прям нездоровая фиксация на детском теле. Да, обычные семейные снимки. Ну, лет тридцать назад, наверное, я бы тоже так сказал. Ну, я вообще тоже говорил, что не надо вот так вот сниматься. А она чего такого? И Женя была не против. А повлиять вы не могли? Мои возможности в вопросах воспитания немного ограничены. Я ведь не родной отец. Мы можем осмотреть комнату Наташи? Конечно. Круто. А это за победы в бальных танцах. О, поздравляю. Давно занимается? Лет с восьми. У Наташи недавно прорыв произошел. Она с партнером стала в турнирах побеждать. Алексей Николаевич, а это что? Наташи на безделушке. Девочки любят все яркое. Ну, вообще-то похоже на настоящее золото. Да откуда у него золото? Поделка какая-нибудь. Прошу прощения. Да. А ты можешь повторить еще раз для Наташиного отчима? Не вопрос. С банковской карты господина Звягинцева дважды оплачивались покупки нижнего белья подростковых размеров. Ну, очевидно, для Натальи. Я ничего не понимаю в ее белье. Это, скорее всего, Женя покупалась с моей карты. А своей у нее нет? Есть, конечно. Но у нее, по-моему, была какая-то проблема. Она меняла ее. А что здесь такого? У нас же семья все-таки. Да, конечно. Нет ничего такого. Просто фотки с фиксацией на детском теле. Просто белье по карте. Кстати, цепочки и браслеты желтого металла – это настоящее золото. Не растворяется в азотной кислоте. Тенденция однако. Интересно, как этим побрякушкам относятся Наташи на подружки. Ты знала ли, просто наугад попала? Что знала? За час до исчезновения Наталья позвонила подруге – Маше Горбуновой. После этого Маша дважды перезванивала Наталье. Девочки такие штуки секут на раз. А кто такая Маша Горбунова? Они занимаются танцами в одном клубе. Наташка сказала, что ко мне не придет. Она на мастер-класс ездила, оттуда новую браслетку привезла. А на мастер-классах раздают ценные призы? Я не знал. Она часто оттуда что-нибудь привозит. Цепочки дорогие, сережки. Хочешь, я позову родителей, а то скажут, что я ребенка допрашиваю без взрослых. Я не ребенок, мне 13. А вы меня допрашиваете? Да нет, мы просто разговариваем. Если родыков позовете, я буду молчать. Иначе меня с тукачкой считать будут. Так, а что ты говорила про украшения? У Наташки появилось много разных колечек, сережек. И она стала постоянно ездить в Москву на мастер-классы, индивидуалки брать. А это дорого? Не то слово. А почему думаете, у нее станция Бакэлла? В Засельске пропала домохозяйка Евгения Звягинцева. И ее 12-летняя дочь Наташа. В комнате девочки следствие обнаруживает несколько золотых цепочек и браслетов. Наташина подруга Мария Горбунова рассказывает о том, что успехи Звягинцевой в бальных танцах связаны с тем, что Наташа регулярно ездит в Москву на дорогостоящие мастер-классы и семинары. Я как спросила, откуда у нее ловышки. Знаешь, что она ответила? Ну и откуда? У нее появился богатый друг, с которым она шпилится. И он ей цепочки разные дарит, бабосу дает. Серьезно? Врет, конечно. У нее нет никакого друга. А ты откуда это знаешь? Ну, как-то на тренинке я в ее мобильник залезла. Она с партнером была, ничего не знает. И в ее телефоне нет никаких сообщений от друга. И что? Ну, блин, так не бывает, чтобы любовь-морковь и никакой переписки. Там, сердечки, смайлики присылать. Так, откуда же дровишки? Ну, то есть, ловышки. Ну, вы сами подумайте. У нее папаша не родной, мать не работает. Но они постоянно едут на сколовским тренером. А ты у нее знаете, сколько стоит? Ну, оплачивает отец. В смысле, отчим. У Наташкиной матери рот бабосами затыкает. Я уже вроде все объяснил. Ну, вы знаете, мы на некоторые вопросы посмотрели в ином свете. Ух ты. Дорогие понятые, обратите внимание, в коробке с детскими коньками мы обнаружили 70 тысяч рублей. Неплохие денежки для двенадцатилетней девочки. Вам не кажется? Откуда у него такие деньги? Я думал, вы мне объясните. Интересно. А также, я думаю, вы мне объясните, откуда здесь вот это? Что это? Называйте, как хотите. Это следы интимной близости или сексуального контакта. А это пижама ребенка. Вы что думаете, я с ней? Я ничего не думаю. Руки сюда. Встать. Руки. Все, пошел. Этот урод спал с падчерицей. Когда Наташа рассказала об этом матери, он похитил и убил. Сначала девочку, а потом и мать. Ну, так он же на работе был. А кто докажет? Он мог уйти из своего вагончика, а потом вернуться. И никто не видел. Квозь. Да, бред какой-то. Наташа для меня, как родная дочь. Я знаю ее с восьми лет. Женя тогда только переехал из Пятигорогорска. Принесла велосипед в ремонт. Детский? Да, Наташин. Он весь ржавый был. Его хотели выбросить. Но я его починил. И Женя тогда в кафе меня пригласила. Ага, и вы начали, соответственно, встречаться. Встречались мы недолго. Через пару месяцев они ко мне переехали. Скажите, а на какие, извините, шиши Евгения Павловна с дочерью ездили в Москву? То на эти мастер-классы, то на соревнования. То есть, ну, на какие? Родители партнера оплачивали проезд проживания тренера. А зачем вам это надо? Очень сложно найти хорошую партнершу. Поэтому за Наташу обеими руками держались. Я другой слышал, что как раз в танцах все наоборот. Девочек много, мальчиков мало. И как раз родители девочки партнерши за все платят. Нет? Не может быть. Мне Женя рассказывала, как у них там в танцах все устроено. Товарищ майор, на минутку можно? Да, сейчас. Вы меня извините, я отойду. На вашем месте я бы начинал писать чистосердечное. Докладывайте, товарищ эксперт. Криминалист. Следы близости на пижаме девочки отчиму не принадлежат. И этого извращенца нет в наших базах. Как? Ребят, ну вы что тут стоите? Наташа нашлась. На телефон Евгении пришло сообщение по мессенджеру. Давай, спокойно объясни. Мы нашли ее телефон или как-то симку восстановили? Ну, можно сказать, что восстановили виртуально. Наташа жива. Ее похитили. Так, уже хорошо. Координаты меня на трубу скинь. Стой, ты куда? Как? Ты думаешь, пока вы будете ехать до Зательска, злодей будет вас там ждать? Я тебе тут буду сидеть? Там Данилов. Оксана наверняка ему уже сообщила. Привет. Долго жить будешь? Только что о тебе вспоминали. Ну и что? Никого здесь нет. Я опоздал. Степ, не ты опоздал. Злодей хитрый оказался. Да, мне прям очень полегчало. Все, конец связи. Че? Расстроился. Понятное дело. Так, надо от имени матери на Наташин телефон послать сообщение. Что писать? Пиши, сколько денег ты хочешь. И видео на телефон не сбрось, пожалуйста. Зачем? Покажу одному человечку. Как его узнать? Он же в маске. Ну как, как? Ну, повнимательнее посмотреть. Там походка, может быть, жесты. Я не знаю его. У меня нет знакомых, которые детей сбивают. Товарищ майор, на минуту. Сейчас подойду. Обождите. Ты что, издеваешься надо мной, товарищ эксперт-криминалист? Что ты мне дергаешь постоянно? Как можно, товарищ майор? Это не я издеваюсь. Это похититель над тобой издевается. Ты засунь себе в задницу. Свои деньги мне нужна правда. Пиши, какая тебе правда? Сообщение прочитано. Короче, послушай. Все эти поездки на мастер-классы, на соревнования, на эти все эти, начались где-то год назад. Соответственно, примерно в это же самое время, либо у Наташи, либо у Евгении этой Павловны появился спонсор. Намекаешь на то, что у кого-то из них должен был появиться новый постоянный абонент? Да. Хорошая попытка, но нет. Что? По звонкам не отслеживается. Телефон Наташи пропал из сети. Кажется, мы чем-то спугнули злодея. Ну что? На купюрах из комнаты Наташи, множество разных пальцевых следов, никого из криминальной среды нет. А пальцы отчима есть? Тоже нет, но на пяти купюрах есть отпечатки матери. 70 тысяч – большая сумма. Мало кто в 12 лет честным трудом так зарабатывает. Может, это призовые за победы в турнирах? Какие могут быть призовые в детских турнирах? Они сами платят, чтобы пройти в зал, на своих детей посмотреть. А Надежда Звягинцева как платила? Только наличными. Что очень странно для богатеньких буратин. А вы считаете, что она принадлежит к племени этих буратин? Я видел белье Евгения Павловна. Вы видели белье Евгения Павловна. Это что же за отношения у вас такие должны быть? Исключительно товарно-денежные. Но люди иногда наклоняются, разворачиваются, блузка там просвечивается. Ну да, но это же какие-то мгновения. Вы за мимолетную секунду смогли оценить стоимость его белья. Это наша работа. Точнее, часть работы. Поверьте, я всегда думал, что ваша работа – это обучать детишек танцевать. Детей танцем. Ладно. Скажу цинично, но прямо. Да другое дело. Это по-мужски. Это его же. Давай, бомби. Тренеру необходимо знать, сколько стоит клиент и сколько можно снять с его родителей. Звягинцева в этом смысле определенно заслуживала внимания. Ну и что на ней такого надето? Шмотки как шмотки. Ну вот есть какая-то итальянская фирма. Там есть лейбл. Я его вижу. И я сразу понимаю, что это дорого-богато. Да это самый шик. Нет никаких лейбаков, понимаешь? Не знающие, типа тебя, даже не могут оценить, насколько все это круто. А, ну все. Унизила, растоптала, уничтожила. Так одеваются те, кто родился в богатой семье. Когда богатство уже не нужно показывать. Погоди, ты сейчас о Звягинцевой? Да. Так она же из Пятикаракорска, из обычной семьи. Из Пятикаракорска? Вот это б никогда не подумал. Ну, когда женщины из таких глубинок добиваются успеха, они пытаются на каждом углу показать. Вот, смотрите, какая я. Завидуйте. Либо. Либо что? Так одеваются люди, которые пытаются скрыть от окружающих свой социальный статус. Или же свои доходы. Хамрад. В Засельске похищена 12-летняя Наташа Звягинцева. Сразу после этого пропадает ее мать Евгения Павловна. В комнате девочки находят золотые украшения и 70 тысяч рублей. В последний год Евгения постоянно возила дочь в Москву на семинары и турниры по бальным танцам. Следствие считает, что у Евгении появились тайные источники доходов. Во время последней поездки в Москву Евгения с дочерью останавливались в дорогой четырехзвездочной гостинице. А ее партнер? У родственников, как обычно. Ты хочешь рассказать мне о чем-то, что связано с гостиницей? Показать. Мы собрали записи камер наблюдения из гостиницы. Евгения с кем-то встречается? А где Наташа? Она в номере. Посмотрите дальше. А это коридорная камера. Это через десять минут. Через сорок минут они поднимутся в номер этого человека. И Евгения выйдет оттуда через час. У Наташи была пижама, которую мы нашли в ее комнате. Та самая, со следами близости. Программа распознавания лиц говорит, что это Маслов Валерий Яковлевич. Тридцати четырех лет. В Москву приезжал на конференцию. А Камайский за ним уже поехал? Не все так просто. Через два дня после возвращения из Москвы Валерий Яковлевич решил ограбить своего тести. Смотри, какой он многогранный грабитель и извращенец. Задержали его? Не все так просто. Во время ограбления дома оказалась 78-летняя мама тести, Инна Романовна Салькова. Но, учитывая, что Маслов извращенец, я уже за бабулю боюсь. Правильно боишься. Инна Романовна взяла ружье сына и попытала задержать грабителя. И тяжело его ранила. А он проломил ей голову с татуэткой. А где он сейчас? В больнице. В состоянии искусственной комы. Галя, привезли анализы крови Маслова из больницы. Сперма на пижаме девочке принадлежит Маслову? Да. Только я не понимаю, почему его ДНК нет в базах. Он же подозревается в убийстве. Потому что в коме. Потому что дорого. Да потому что лень. Галина Николаевна, отпечатки пальцев Маслова есть на одной из купюр найденных комнатей Наташи Звягинцевой. Это что ж получается? Мась продавала свою дочь извращенцам и на эти деньги шоковала? Она всегда говорила, что трупы порядочнее живых. Они не делают гадости. По крайней мере, специально. С этим неудачным ограблением, Галина Николаевна, сплошные вопросы. Скорее всего, Маслов приехал к дому тесте не один. Почему? На его телефоне нет вызова такси, а машина в ремонте. Похоже, следствие толком и не начиналось. А может, ждали, пока Маслов умрет? Очень удобно. Списываешь на него убийство, палку заработал, времени потратил. Понятно, что Маслов был не единственным клиентом. Так пробей телефон и найдешь остальных. А, точно. Не все так просто. В самую точку. Смотри. Мать, трендит по телефону. Это ее необычная труба. Ее официальный телефон в этот момент был неактивен. Разговаривает по анонимному? Да, и звони тоже на симку без регистрации. О, вот вы где. Слабитесь? Ну, Ась, не расслабишься. А ты что, напряга решил добавить? А, ну, чуть-чуть. Вон, смотрите. Два месяца назад Евгения с дочерью ездили в Москву на семинар по танцам и останавливались в гостинице. Правда, в другой, но тоже с понтами. Подожди, два месяца. Они же должны хранить запись месяц. Ну, это сетевой отель. Там стандарты качества, обслуживание безопасности выше. И они хранят три месяца. Не все так просто. Ну, в общем, то же самое. Звягин совосит с мужиком, затем тот идет к ее дочери, проводит у нее девять минут и возвращается в ресторан. Что интересно, Наташа опять встречает мужчину в пижаме. Другой пижаме. Я заметила. После ресторана они идут в номер мужчины? Да. А через полтора часа Евгения Павловна возвращается к Наталье. Как зовут этого человека? Тимофей Сергеевич Васин. Что говорит? Говорит, познакомился с какой-то женщиной. Она сказала, что у ее дочери возникли проблемы с интернетом. Он поднялся к ней в номер и помог решить проблему. Ну, а что мы хотели? Чтобы взрослый дядя признался в том, что он делал к номере у ребенка? Потом Васин провел шикарную ночь с Евгением. Больше ее не видел и претензий к ней не имеет. Ну, еще бы. Он недоумевает. Какой-то к столу его фест привез. О ком это он? Понятия не имеет, дружище. Коллеги, вы не поверите, но пять месяцев назад Евгения с Натальей ездили в Москву на мастер-класс. Останавливались в гостинице. Да у них, походу, это отработанная схема. В этот день в ресторане-гостинице отмечали юбилей окончания медицинского института. И медики оставили очень много фото в сети. И что? Ярослав Вадимович, ну, это же вы встречаетесь с гражданкой Звягинцевой. Вот, посмотрите. Она говорит по телефону. Вот вы уходите. Просто я ее по имени знаю. Евгения. На следующий день после встречи с Евгением вы обратились в травмпункт с сотрясением мозга и переломом носа. Упал. Неудачно. А через два дня после неудачного падения вы сняли со счета полтора миллиона рублей. Все, что у вас было. Что вы от меня хотите? Из ресторана куда вы уходили? На улицу. Воздухом подышать. Да нет, не на улицу. Выходили в номер дочери Евгении, Натальи. И не нужно мне рассказывать про испорченный интернет. Мы все знаем. Да. Но началось-то все изначально из-за интернета. Мы с Евгением сидели в ресторане. Ей позвонила Наташа. Она билась в истерике. У нее якобы не включался вай-фай. И вы, как джентльмены, предложили свою помощь. Да. Ну я же мужчина. Решать вопросы это наше занятие. Вы поднялись. Включил, спустился. Ну, мы какое-то еще время посидели, потом пошли ко мне. Секс был очень потрясающий, но Евгения настаивала на презервативе. А потом? На следующий день Евгения пригрозила обвинить меня в насильственных действиях сексуального характера по отношению к ее дочери. Ты с ума сошла? Она же ребенок. Вот именно. Я не понимаю, почему ты с ней так поступил. У меня есть Наташина пижама. С твоими следами. Ну как? О, Господи. Да почему ты такой тупой? Ты же использовал презерватив. Я в полиции все так и скажу. На камерах в гостинице ты заходишь в Наташин номер один, а я сижу в ресторане и жду тебя. Ты не сможешь оправдаться ни в одном суде. Отдай! 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 Теперь ты должен не один, а два лимона. Понял, придурок? Я снял все свои сбережения. Евгения отдала мне пижаму. Куда вы ее дели? Сжег. Избившего описать сможете? Нет. Все как-то быстро произошло. Я только машину запомнил. Я когда упал, смайлик на заднем стекле увидел. Мне это еще как-то обидно показалось. Почему? Мало того, что избил, он еще как бы поиздевался. Сволочь. Ты не поверишь, что рядом с местом похищения Евгения Звягинцева проезжала машина со смайликом. Вот она. Подвинься. Колыбанов Михаил Игоревич. А живет этот Васильчак между прочим в одном подъезде со Звягинцевыми? Галина Николаевна, на коврике водительского сиденья есть кровь и она принадлежит Евгении Звягинцевой. Также есть следы ее крови и на заднем сиденье. Это Колыбанов похитил мать? В протекторах шин найдена бетонная крошка с примесью минеральной соли. Что за дичь такая? В общем, в Засельске дом строили в морозы, чтобы бетон схватился, а не мерз. В него сыпали соль. Но соль же разъедает арматуру. Поэтому стройку и забросили. Но скорее всего Евгения где-то там. Убийство женщины и малолетней девочки. Нет, девочку я не трогал. Честное слово в натуре. Четыре. Четыре удара ножом в живот. Михаил Игорович, вы отдаете себе вообще отчет о том, что это гарантированно пожизненно? Гарантированно! Я только Женю. Наташку без меня похитили. Мы с Женей полтора года назад познакомились, переспали. Она денег попросила. Как я понял, она за мужика зацепилась, а он лошара с великами возится. Дочка танцами занимается, там бабки летят только в путь. И вы, я так понимаю, предложили ей позаработать? Да, она сама мечтала сбежать от бедности. Я предложил ей мужиков на Наташку ловить. Это же беспроигрыш на лотерее. Ни один в ментовку не пойдет. Он даже снял квартиру в подъезде Звягинцевых. Ну да, они же были любовниками. Я думаю, это для того, чтобы как можно меньше общаться по телефону. Ну, чтобы не оставлять цифровых следов. Ну, нужно что-то обсудить. Спустился этажом ниже и поговорил. Поэтому мы его так долго искали. Женька пришла, говорит, Наташку похитили. Мужика денег отказывается. Хочет, чтобы она призналась в разводке Валерия Маслова. Иначе убьет девчонку. Она звонок записала мужика. Думала, что я без записи не поверю. Типа, она хочет меня кинуть. Ну да, в принципе, логично. Если Евгения признается, начнут копать, выйдут на всех обманутых и в конце концов всплывет ваше имя. И что ты думаешь делать? У меня одна дочь. Сядешь и меня потянешь. Плевать. Вот мне не плевать. И я в тюрьму не собираюсь. А Наташа как же? Да мне то, что она обо мне ничего не знает. Я появлялся только, если клиент начинал быковать. Ладно, тогда где этот телефон-то записи у похитителя? Выбросил в реку. Некоторые считают, что влагу лучше... Чего? Некоторые считают, что влагу лучше всего впитывает рис. Нужно утопленный телефон положить в коробку и засыпать сухим рисом. А эти некоторые не пишут, что телефон в крупе должен пролежать не меньше суток. А у нас, между прочим, ребенок пропал. Вот если бы ты так сушил волосы... Чего? Вот если бы ты так сушил волосы, давно бы их спалил. Ладно, давай попробуем. До завтрашнего дня запись. Подробный рассказ, как вы все это проделываете. Слушайте, не кажется, что она начала записывать разговор не сначала? Я просто грохну твою дочь, поняла? Кишки ей выпущу. Слышишь, там сирена приближается и удаляется от телефона злодея. Галина Николаевна, во время разговора он едет в машине. Я синхронизировала максимальную громкость с картой местности. Вот здесь машина похитителя пересеклась с машиной ГИБДД. У них стоят курсовые камеры. Мы сможем увидеть машину злодея? Уже, Галина Николаевна. Автомобиль зарегистрирован на Войнова Дмитрия Борисовича. Кирилл Войнова Кирилл Войнова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вышел за машиной, вышел, гнида, чтоб руки отъявил. В машине, в машине встал. Диана, где Наташа? Серег, это он. Где ребенок? Голову отстрелю сейчас. Тихо. А она здесь. Что с ней? Что ты здесь делал? С ней все нормально, она под снотворными. Валерка Маслов попросил у меня денег срочно. Сказал, что влип на миллион. И рассказал, как баба с девчонкой развели его в гостинице. Купюра с вашими отпечатками найдена в комнате Наташи Звягинцевой. У меня было всего сто тысяч. Он сразу отдал первую часть и обещал, что девятьсот найдет через два дня. Не нашел. Решил взять у тестя? Да. А там-то бабка оказалась с ружьем. Вы подвезли Маслова до коттеджа тестя, дали деньги рассчитаться с Евгением. Вот именно. Получается, что я теперь не только соучастник убийства, но и поддельник в сексуальном преступлении против ребенка. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо. Где вы держали Наталью? В гаражах у друзей. Ее постоянно приходилось перевозить туда-сюда. Погоди. Что бы вы сделали с девочкой, если бы мы вас не нашли? Да я просто хотел, чтобы я мамаша записывала признание. Я бы ее сразу отпустил. А Валерку не обвиняли бы в насилии над ребенком. Но вы же все равно подвозили друга к месту преступления. Я бы выкрутился. Я бы сказал, что ничего не знал. Уйдите. Вы на самом деле сделали самое простое. Поймали злодеев всего лишь. А что вы называете сложным? Например, вот Наташа ваша. Девочке двенадцать лет. Двенадцать лет. Она уже не стесняясь, привыкла брать в глаза взрослым. Она привыкла добиваться всего, чего бы ни пожелала. Ее избаловали эти победы в танцах. Вы понимаете? Я справлюсь. Ну дай бог. Ой. Не был бы я таким оптимистом. Так, друзья, давайте, давайте, давайте. Скорее, некуда мне позировать. Я и так два часа на интервью убил. Тим, подвинься. Занимаем места согласно вкладу в науку. Прелестно. Мне что, одному тогда с Петей и Евой сниматься? Ну как? А мы с Петей теперь как ниф-ниф и ноф-ноф. Ева. 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 Это что, Петя? Ева, стой. Стой, стой. 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 Ты здорова. Ева, ты здорова! Ты даже спортом можешь уже заниматься. С тобой ничего не случится. Тux sat. Субтитры сделал DimaTorzok Помогите! Вызовите скорую! Субтитры сделал DimaTorzok А где Наденова? Пришли Еву в анализы Анжелика Евгеньевна, мне это не нравится Ева уезжала на выходные, но так и не вернулась Ева биологический реактор, который может убить полгорода! Мы создали чудовище! Что ты кричишь? Что с Евой? Да то же, что и с Петром! Мам, успокойся, это же не может быть заразным Не мамкой, чтобы ты понимал Вадима нашли мертвым с теми же симптомами! Но Ева не могла сбежать, ей некуда идти Вот именно! Ее похитили! Ева наш первый удачный образец Сейчас я не могла его стереть! Вот! Валя, Валя, добрый день! Это Анжела Шилова Помнишь, да? Валя, у нас катастрофа Нет, не в клинике В Москве В России В мире, может быть Пропала пациентка с пересаженным сердцем свиньи Сердце заражено мутировавшим цитомегаловирусом Это грозит смертельной пандемией Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне нужны данные Насколько летально заражение этим вирусом Галь, я пока ничего не знаю Речь идет о цитомегаловирусе Который раньше передавался через кровь Но сейчас, видимо, речь идет о мутации А ты уверена, что это не паника на ровном месте? Мне позвонила Анжелика Шилова Мы с ней учились вместе Ее муж тот самый Шилов Шилов известный трансплантолог Я знаю о его экспериментах с приматами Да, сейчас привезли труп Вадима Берсеньева Он лаборант в Центре инновационной трансплантологии Очень тесно общался с рецепиентом Рит Телефон остался в палате Повелитель мух Серьезное чувство юного человека Который подарил девушке со свиным сердцем Книгу про свиную голову на шесте Это из нашей домашней библиотеки Отец давал ее почитать Тут много и другой литературы подобного рода Собачье сердце, голова профессора Доуля Повелитель мух Остров доктора Мороз Сематическая подборка, да? Ярослав Андреевич хотел исправить не только сердце Евы Но и, так скажем, ее культурный уровень Отец был на конференции в Владивостоке Сейчас возвращается Мама тоже уже, кажется, к вам поехала Ясно, пройдемте Если бы было борьбы Не присутствие кого-то постороннего в палате Чужих здесь не бывает Ход к клинику строго по пропускам А выход? У ее была полная свобода После операции прошло полтора месяца Пациентка восстановилась Но жила здесь в рамках научных исследований Не бойтесь, я здорова Мы с мужем уже 15 лет изучаем возможность пересадки сердца свиней приматом Обезьяны сердцем свиньи уже живут до тысячи дней Пришло время повышать ставки То есть переходить к эксперименту на людях? Таков протокол любых исследований Мы получили все необходимые сертификаты Одобрение министерства Уже проведено 14 трансплантаций И насколько успешно? Были неудачи, были отторжения внутренних органов Но большинство наших рецепентов живы и наблюдаются у нас Что же сейчас пошло не так? Наш 13-й пациент Петр Скородумов скоропостижно скончался Вскрытие показало, что в донорском сердце был цитомигаловирус А почему же его не отследили до операции? Свинья была заражена, но вирус не успел выйти в кровь И анализы его не показали Поскольку все свиньи были из одного помета Я испугалась за Еву Но с Евой было все нормально, а вот ваш лаборант? Да, я поняла, что произошла мутация, когда Вадим умер Он напрямую общался с Евой и Петром И мог заразиться только воздушно-капельным путем Понимаете? Воздушно-капельным Патологоанатому ФЭС Валентине Антоновой Позвонила ее бывшая однокурсница Анжелика Шилова Из Центра экспериментальной трансплантологии Похищен уникальный пациент Ева Найденова Которой пересажено сердце свиньи Сердце заражено мутировавшим вирусом И девушка может стать биологическим оружием Картина поражения органов Типична для крайней степени цитомигаловируса Группы Герпеса Сердце буквально убито взорванными капиллярами Мы все доноры кровь сдаем регулярно Когда в последний раз? Да вот, буквально в пятницу За три дня до смерти Вадима Берсеньева Ну что ж, если он был заражен, то кровь это покажет Найденова Ева Ивановна, 22 года, сирота из Орловского села Закончила ПТУ по специальности маляр Приехала в Москву на стройку Во время рутинной диспансеризации Девушки выявили терминальную стадию сердечной недостаточности Такой молодой Вероятно, это врожденный порог сердца Но в детском доме Еву, конечно, никто толком не обследовал Так а почему сердце свинит? Понимаете, ожидание донорского сердца могло затянуться на годы Она бы просто не дождалась его Поэтому Ева согласилась участвовать в эксперименте У Евы нет друзей, нет семьи в Москве Она проработала два месяца до диспансеризации Ей просто некуда было идти Алло Я сделаю, как скажешь Куда прийти? Ну, если говорить без ложной скромности Ксенотрансплантация или межвидовая трансплантация Ну, это настоящая революция в нашей отрасли медицины Тот результат, которого мы достигли Ну, он поистине потрясает Эта технология, ваша ноу-хау? Исключительно Я нахожусь в процессе защиты научной работы Мы подали заявку на патентирование метода Собственно, за нашим прорывом наблюдают все западные коллеги Не собираетесь ли вы принять приглашение о работе От иностранных исследовательских центров? Россия Моя семья И, кстати, о семье Я знаю, что ваша супруга и сын работают с вами Да Супруга микробиолог и патологоанатом А сын? Сын пошел по моим стопам, но он еще очень молод, поэтому набирается опыт Анализ крови Вадима Берсенева подтвердил цвиной цетомегаловирус Более того, в бросах донорской крови, сданной Берсеневым за три дня до смерти Тот же вирус? Неужели все-таки пандемия? Этого нам только не хватало Надо срочно найти Еву Клинику закрываем на санобработку Пока не будут готовы анализы крови всех сотрудников, из здания никто не выйдет Кстати, а где тело первого погибшего от свиного цитомегаловируса? Петра Оскародумова? Так его кремировали Рит, поступил приказу немедленности на обработке помещения О, разберется Боитесь? Это аллергический кашель с пяти лет Стоп! Это она Да, Найденова покинула клинику в 10.38 утра в пятницу И больше не возвращалась Мы считали, что она исчезла только сегодня А если в пятницу, то сейчас Ева может быть где угодно Если она вообще жива Меня зовут Найденова Ева Я самый известный пациент доктора Ярослава Шилова С пересаженным сердцем свиньи Вот такая вот подопытная свинка Полиция просит всех, кто видел девушку, позвоните по номеру телефона, который вы видите на экране А где Надежда Терещенко? Она была последней Не знаю Рит, судя по камерам, Терещенко покинула клинику сразу после сообщения о санобработке Это до того, как охране приказали никого не выпускать Подождите, Терещенко была донором в пятницу? Вам срочно нужна эта кровь Да Галина Николаевна, у меня телефон Ева Найденова, и она очень любила селфи А общаться по телефону она любила? Ну, разве что со своим лечащим врачом Ева регулярно созванилась с Ярославом Шиловым И с ним же переписывалась в мессенджерах К сожалению, все стерто без возможности восстановления Да брось, Валь Ну, конечно же, Ярик общался с Евой Она наш самый удачный и опытный образец Ты же не думаешь, что он с ней спал? Там еще швы не зажили толком Да нет, я не об этом, конечно Просто девушка пропала А до этого она общалась только с Шиловым Так он ей подарил вторую жизнь Ну, Анжела, а ты не пожалела, что бросила микробиологию? Валь, ну кем я была до этого? Посредственным микробиологом А теперь я часть революции в трансплантации За нами следит весь мир Ну, твой муж, конечно, звезда, я не спорю Но ведь до того, как ты переучилась на патанатомы Ты же такие надежды подавала У тебя такие предложения были Я ни о чем не жалею Двух гений в семье не бывает Я командный игрок Плюс я должна обеспечить будущее Тимофею Ну, чтобы он мог перехватить скальпель у отца Когда у того начнут трястись руки Ты ему прям карьерную лестницу красной дорожкой застилаешь Ай, он меня вообще балбес Ты представляешь, он не хотел идти в медицину С такой-то семьей Я ему все объяснила Это ферма по выращиванию животных медицинского назначения А их-то много, что ли? Кролики, крысы, хомячки, морские свинки, обезьяны Целый зоопарк А еще генномодифицированные свиньи По чуду же ты сейчас туда едешь Генномодифицированные? Ну, они разговаривают, читают, играют шахматы Я ж еще не бойся Обычные свинки им просто слегка подредактировали геном Чтобы сердце было ближе к человеческой генетике А вирусную чистоту обеспечить не смогли Кто у них там начальник? Некто Артур Олегович Чикачихин Он заключил контракт с министерством на 2 миллиарда рублей Кстати, он баллотирует свои муниципальные депутаты В данный момент на свиноферме в нашем районе происходит пожар По предварительным данным, огнем охвачено свыше 500 квадратных метров построек Пожарные расчеты прибывают на место пожара Предварительно весь персонал эвакуировался и жертв нет Можешь уже не торопиться Не понял От наших генномодифицированных крюшек остался один шашлык Ферма Чикачихина горит Ну что, есть новости по крови Надежды Терещенко? Она заражена мутировавшим вирусом, как погибший Берсенев Я думаю, что Терещенко знала, что больна Поэтому она избежала Нет, у нее никакой аллергической реакции и кашля Тем более с детства Ну, по крайней мере, в медкарте это не отмечено Думаешь, она причастна к исчезновению Евы Надюновой? Ну, к чему-то она точно причастна Давай, объявляй ее в розыске Из-за тебя я могу сдохнуть! Что это за история с вирусом? Это какая-то подстава! В любом случае, теперь все скроется Надо уносить ноги! Галина Николаевна Этот косяк не в моей епархии Мои свиньи чисты, как слеза младенца С самого рождения они находятся под лабораторным контролем И тем не менее, вирус был в сердце Да они даже лишены радости традиционного размножения Искусственное осеменение, контроль эмбрионов Видимо, я должна пожалеть ваших свиней Особенно после пожара, который случился как раз вовремя Чтобы мы не смогли обследовать оставшихся животных Да это поджог! И я требую от вас наказать виновных У нас очень серьезные меры безопасности И никаких случайных замыканий быть не может Вы требуете? От меня? Да это происки конкурентов! И если накануне выборов в СМИ появится информация Об инфицировании моих животных Я подам на вас в суд Я, кстати, тоже думаю, что это поджог Вы кого-нибудь подозреваете? Религиозных фанатиков Вот вы не успели увидеть, все сгорело А у нас стены раскрашены их угрозами Вот, посмотрите Говорят, что мы нарушаем промысел Господний Как будто мы с моими свинками не Божьи создания Да на нем клейма ставить негде Пятнадцать лет назад в Щекочихе он был осужден за мошенничество Но долг общество отдал, судимость погашена Он вполне мог уговорить Еву бежать из клиники Чтобы скрыть следы некачественных биоматериалов И без нее нам, Щекочихину, предъявить нечего Ну, тогда бы он ее убил и спрятал, села Опа, подожди Кажется, нашла Когда это была? В день исчезновения Евы Щекочихин был в клинике Есть следы биологических жидкостей Похоже, девушка давала повышенную нагрузку на сердце Ну, учитывая, что с улицы в палату никто зайти не мог Круг подозреваемых невелик Это что, чернила, что ли? Ну-ка, помоги Так Кажется, уж заявляю, хожу или ухожу Еще вина или свина А, свинья, конечно же А какая блага? Благая свинья? Это что такое? А, неблагодарная свинья, ну, конечно же Просто с орфографическими ошибками Неблагодарная свинья Я ухожу ФЭС Расследует исчезновение Евы Найденовой Пациентки с пересаженным свиным сердцем Зараженным смертельно опасным вирусом Чтобы предотвратить пандемию Надо найти девушку Под подозрением кардиолог Надежда Терещенко Сбежавшая из клиники И владелец фирмы медицинских животных доноров Артур Щекочихин Да, так и есть Использована горючая смесь Это поджог Кажется, мы знаем Почему сбежала Терещенко Проверили ее контакты и счета Оказывается, Терещенко сливала информацию Польской исследовательской компании Которая собирает данные о медицинских экспериментах В Европе и передает их США Но тогда она могла похитить Еву Как опытный образец Не зная, что та заражена Я дотяну Но Меня должна ждать скорая Это будет дороже Мы так Мы так не договаривались У меня хорошая новость Берсеньев не выделял вирус И не мог заразить других Похоже, заразные были только нулевые пациенты Получившие пораженное сердце Да, вот в них свиной вирус мутировал И приобрел патогенность Я хочу рассказать Что творится в высших медицинских кругах Зачем меня опять вызвали? Хотите? Можно Попробуйте Только осторожно А то вы можете воспламениться Квакил А это еще почему? Пары бензина могут воспламениться В ваших легких Когда вы сливали бензин из канистры в бутылку Некоторое количество попало в ваш пищевод А пары в легкие Да я уже курил после этого Это провокация Вы меня подловили, это незаконно Да, мы очень плохие ребята А вы очевидно просто хотели устроить пикник И пожарить шашлык для друзей Все так? Андрей Скажи, есть новости по Еве? Слушай, ты же подруга Анжелики Шиловой Новости тебе не понравятся Ну, не сказать, что подругу Да, мы с ней общались во время учебы Но Анжела непростой человек, так скажем Супруг у нее тоже тот еще фрукт В общем, Ярослав Шилов для Евы Найденовой Сделал визу в Швейцарию Через неделю собрался ехать с ней на конференцию Он там снял в отеле номер один, большой Для новобрачных Вы не медик Вы не понимаете, как все устроено Этот вирус, он может находиться в спящем состоянии У трех поколений лабораторных свиней А потом раз и пробудится И до тех пор никак ты его не найдешь Зато я понимаю, что вы заключили большой госконтракт И вам очень невыгодно, чтобы мы нашли зараженных животных Поэтому, собственно, вы и сожгли ферму, разве не? Я не виноват Но Шиловы бы повесили всех собак на меня А сами вурдалачили так, что от них клиенты разбегались Почему вы так решили? Ну так Ева записку же оставила Когда стало известно о заражении первого рецепиента Я зашел проведать Еву Дорогие все, можете считать, что я неблагодарная свинья Но я ухожу То, что вы делаете с людьми, ужасно И я заявлю на вас, когда буду в безопасности Вы знаете, о чем хотела сообщить найденного? Не знаю, о зараженном сердце, наверное А записку вы забрали? Нет, я к ней даже не прикасался Просто почитал и ушел Руки, пожалуйста Щекочихин спалил ферму, чтобы замести следы Он мог и девчонку забрать Нет, судя по камерам, он пришел уже после побега Евы Значит, она исчезла в пятницу Анжелика Шилова об этом узнала в понедельник И позвонила Антоновой Тот, кто забрал записку, знает, почему ушла найденного Здравствуйте, добрый день, Ярослав Андреевич Полковник Рогозин, присаживайтесь Очень приятно Эй, любезный, это что, чай из пакетиков? А у вас есть что-нибудь еще? У нас есть швейцарская виза для Евы Найденовой И билеты в Цюрьях через Стамбул И что с того? Мелко копаете Мы едем на научную конференцию Ева – прекрасная иллюстрация моего удачного опыта Рабочее пособие, если можно так выразиться А как же один номер на двоих? Все гостиницы заняты, поэтому забронировали то, что было Я вообще планировал остановиться у своего приятеля Я всегда так делаю У меня есть номер его телефона Вы можете позвонить, проверить Вы парали францезиско? Я надеюсь, вы говорите по-французски Почему вы оформили для Найденовой студенческую визу? Потому что с туристическими визами большая проблема Поэтому приглашающая сторона помогла нам с учебной Слушайте, я вспомнил, был же еще один реципиент Которому пересадили сердце из того помета Он не умер, соответственно, моя свинья ни в чем не виновата А что вы умолчали? Он жив? Я не сказал, что он жив Он не мертв, но я тут точно ни при чем Панов разбился в аварии и уже два месяца в коме лежит Его оперировали гораздо раньше Найденова и Скородумова Ленов, ты слышал? У Шилова на все есть объяснение Скользкий, как слезняк Как его зацепить? Легко Он сдал образец ДНК Найденова Ева 22 года Я должен смотреть ваш шов Теперь мы можем доказать, что Шилов спал с Евой Найденовой Прямо на больничных простынях Так я и знала Еще и книжки ей носил, оккультуривал Потом испугался, что станет известно о нарушении врачебной этики Ну зачем Шилову ее похищать? Чтоб не скомпрометировать себя перед международным научным сообществом Вообще-то это моветон Копаться в личной жизни у уважаемых людей Это не моветон, а мотив Сядьте Я бы никогда не поднял руку на столь совершенное творение Мы создали Еву в соавторстве с Богом Мы ее творцы, вы понимаете? Прямо вместе с Богом? Бог допустил ошибку, а я ее исправил Я усовершенствовал ее физически и духовно Да и Ева до встречи со мной только трех поросят читала Мы видели томики Достоевского и Булгакова у нее в палате Да, она уже может отличить Моцарта от Бетховена Но и Ева, в свою очередь, дала мне шанс на новую жизнь Я никогда и никого не любил так, как ее Значит, вы все-таки собирались надолго уехать в Швейцарию? Мы один академический год Меня пригласили преподавать в Цюрих Ну а Еву я пристроил в местный колледж Галина Николаевна, у Панова, получившая донорское сердце из того же помета Берут биопсию Я пытался получить согласие родственников Но он тоже сирота, почти асоциальный персонаж Присаживайтесь Рит, можно я останусь? Да, конечно Ну что, история со Швейцарией подтвердилась У вашего мужа действительно не было мотива похищать его А вот вас подобный поворот лишал буквально всего Анжела, ты ради этого Шилова пожертвовала всем И ведь он собирался бросить не только тебя, но и клинику А ты прекрасно понимаешь, что без него никакой клиники не будет Я ничего не знала Я даже мыслей не допускала Именитый профессор и малярша И не только тебя он бросал, но и Тимофея Отец ведь был его научным руководителем Натаскивал его на операциях Но его обучение было далеко от завершения Это вы забрали записку Евы? О чем она хотела рассказать? Я уже говорила, что нет Я не знала, что Ева исчезла в пятницу Я охватилась ее в понедельник Записки уже не было Наверняка это Надя Смотришь новости Шилов выдумал этот вирус Чтобы устроить охоту на меня Думает, я его собственность Галя, сердце пануло Совершенно здорово В нем нет вируса Я так и думала Иначе он давно скончался бы Меня беспокоит другое Я запросила личные дела всех рецепентов В клинике Шилова Что с ними не так? У них не так с социальным положением Коллекционная школа Деддом А социальная семья Бездомный Сирота То есть фактически Это люди-невидимки? Именно Всех их выявили во время профосмотров Медицинская комиссия Из центра трансплантологии Ездила по социальным объектам Ночлежкам Стройкам ПТУ Но Анжелика говорила Что они реализуют программу Доступной кардиологической помощи Всем Особенно уязвимым слоям населения Кто еще кому помогает? Всех рецепиентов Выявила на приеме Врач-кардиолог Надежда Терещенко Ассистировал ей Погибший Вадим Берсеньев Пропал мой сын Когда пришел чистый анализ Тимофей ушел из клиники Теперь его нигде нет А телефон исключен Я думаю, что с вашим сыном Все в порядке Судя по выписке С банковской карты В пятницу В день исчезновения Найденовой Тимофей приобрел С доставкой штатив И видеокамеру А также программу Для монтажа Зачем ему это? Ну, видимо, что-то Хочет поведать миру Потому что Тимофей Шилов Создал свой канал В телеграфе И анонсировал там Какое-то Очень громкое Разоблачение Ты сказал, с доставкой? Именно Валя У меня для тебя задание Требующее полной Лояльности И конфиденциальности В машине Терещенко Нет следов Ева Найденовой Зато у самой Терещенко Та же агрессивная форма Цитомигаловируса Врачи пытаются ее спасти ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Анжела, всё, выдыхай. Мы нашли Еву и Тимофея. Он поселил её на съёмной квартире. Влюбился в твой мальчик. И пытался защитить Еву от экспериментов отца. Слава Богу, Ева жива. Сейчас она у меня. Пойдём. Так, секундочку. Алло. Извини, у меня срочное дело. Значит, это вы похитили Еву? Ева ушла сама. Потому что не хотела быть рабой моего отца. А вы тоже чувствуете себя его рабом? Уже нет. Я теперь свободный человек. Вы же ненавидите отца. Верно? Думаете, я хотел стать хирургом? Я хотел поступить на психфак. Или юридический. То есть, это отец настоял на медицинском? Он меня туда за взятку запихнул. А потом попрекал, что я не смог сам поступить. Теперь я буду защищать права людей. И Ева, моя первая подзащитная. Галя, Надежда Терещенко только что скончалась, не приходя в сознание. Анжелика Евгеньевна, вы были крайне неосмотрительны. ФС полно камеры, ваши передвижения от переговорной до морга, а также попытка убийства Евы Найденовой надежно зафиксированы в высоком разрешении сертифицированным видеооборудованием. Я ее лечащий врач. Вы ничего не поняли. Антонова разрешила мне обследовать пациентку. Да, но между обследовать и убить есть некоторая разница. Не находите? Позовите моего мужа. Он все объяснит, он все решит. А у Анжелики помусился рассудок. Но вы знаете, это бывает с женщинами ее возраста во время гормонального сбоя. Мы найдем ей хороших врачей. Если бы Тимофей не увел Еву, Анжелика и ей вколола бы вирус. Это слишком банально. Анжелика не мещанка. Она не стала бы отстаивать свое семейное счастье подобным образом. Здесь речь уже идет не о семье, а о деле всей жизни. Анжелика знала о вашем намерении сбежать с Евой. И не могла вас отпустить. Вы не доучили Тимофея. И он не мог бы достичь тех высот в хирургии, о которых она мечтала. Тимофей? Да Тимофей не на что негоден. Анжелика настояла, чтобы я сделал из него врача. Но из бревна невозможно выпилить статуэтку слоновой кости. Сначала ваша супруга хотела убить только Еву. Алло. Назначите на сегодня сбор донорской крови для персонала. Но Тимофей опередил мать. Тогда Анжелика придумала эту историю с пандемией. Во время сдачи крови она ввела Терещенко и Берсеньеву вирус. Оставалось только позвонить Антонову и рассказать о пандемии. Тогда любовницу ее мужа искали бы лучшие криминалисты страны. Ты сама у станка? Надо навык поддерживать. Садись. Владик уже отстрелялся. Мы знаем, что при помощи Берсеньева и Терещенко вы оперировали здоровых людей. Вы ничего не докажете. Уже доказали. Ваши первые операции были неудачными, потому что организмы людей с сердечной недостаточностью крайне изношены. Пациенты погибали, не дав вам нужного результата. Здоровые легче переносили трансплантацию. Я отказываюсь давать показания против самого себя. Я двигаю науку вперед. Я ни о чем не жалею. Вас забудут. А мое имя навсегда войдет в историю медицины. На соседней строчке с доктором Менгеле. И последний вопрос. Если вы так любили Еву, как же вы удалили у нее здоровое сердце? Она прожила бы с ним долгую жизнь. Что это было бы за жизнь? Маляр с девятью классами образования. Я сделал ее уникальной. Я создал невероятное существо. Я дал бы ей славу. Благополучную жизнь в Швейцарии. Место в истории. Да Ева вошла бы во все медицинские учебники. Вы не понимаете. Я ее пигмалион. А она моя голодая. Уведите. Анжела. Так вот почему ты ушла из микробиологов в патологонатомы. Чтобы скрывать преступления мужа. Чтобы хоронить убитых ими людей. Чтобы Шилов руку набивал, да? И тренировался. И делал себе карьеру, да? Это наша карьера. Наш вклад в медицину. Я всем пожертвовала ради него. А он вычерпнул мое имя из научной работы и решил сбежать. Я тебя должна пожалеть? Да вы находили социально незащищенных людей. Говорили им, что они умирают. И тренировались на них. Тренировались! Валь, остынь. Теперь они за все ответят. Пройдемся. Да, смелый был план. Вы узнали, что ваш муж решил сбежать. А тут пациент умирает от мутировавшего вируса. Вы взяли образец этого вируса с целью вколоть вашей сопернице. Никто ничего не заподозрил бы, верно? Шилов не любил ее. Но он понял бы, это слишком поздно. И вы решили ему помочь. Лишить главного пациента научной работы и славы. Тогда Шилов с обломанными крыльями вернулся бы к вам. Он даже не понимает, что без меня он никто. Это вы сделали из вашего мужа звезду. Это вы придумали тренироваться на здоровых, выносливых людях. А он вас предал. Это вы, Пигмалион. Пятый канал представляет. Субтитры создавал DimaTorzok По улице голые бабы летят. В бане взорвался петардный снаряд. Спасите! Спасите! Спасите, пожалуйста! Спасите! 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 Бабушка дедушку очень любила. С супчиком с ядом его накормила. Жри, козел старый. Опять отраву приготовила? Курица щипанная. Дедушка бабушку тоже любила. Крепко к забору гвоздями прибил. Рау! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Телефонов и документов при убитой нет. Похоже, к забору ее привинтили вот этим шуруповертом. Труп нашел абориген из соседней деревни. Здесь дачи живут только летом. Он по просьбе дачников проверяет, не уселились ли бомжи. А он убитую случайно не опознал? Увы, нет. Степа, забор, как и участок с недостроенной дачи, принжат с супругом Лаптевым, пенсионером. Отправил тебе фото, Лаптевой. Да, это она. Санитары, аккуратно снимаем тело, забираем и везем к нам в ФЭС. О, смотри. Свежие следы кроссовок. 42 размер. Ну, он следил точно не нашедший труп. А абориген. Он в сапогах, да и лапища у него покрупнее. Не могу дозвониться, да муж же убитый. Его телефон в сети. И сейчас в доме Лаптевой в поселке Треволгино. Это в паре километров от листа убийства. КОНЕЦ Ярослав Викторович, откройте. Федеральная экспертная служба. Олег, он тебе уже не откроет. Давай запусти тебя. Уже остыл. На губах пена, на подбородке следы рвоты. Похоже на отравление. Нужно изъять всю еду из дома. Ну что, граждане понятые, расскажете про соседей? Соседи сообщили, что Лаптевы часто и громко ссорились после гибели сына в аварии месяц назад. Дача, кстати, строилась для него. И с чем была причина конфликта? Ну, Лаптевы обвиняли друг друга в произошедшем. Лаптева кричала, цитирую, что ее муж посадил кровиночку за руль у неисправной колымаги, а ее муж парировал, что она накормила наследника до отвала, вот и на усну по дороге. Теперь наследовать за стариками некому. Понятно. Андрей, что у тебя? Следи кроссовка, частички мела, кроссовки скейтерские. Видите, как стерт протектор. Похоже, у владельца прыгающая походка. Это часто бывает при продольном плоскостопии. На миске и на ложке слюна Лаптева, его поджировые следы грибного супа, содержащий флодитин и аминониты. Я отблеклой поганки. Ее родимые. Поганка была в грибном супе с кухни на кастрюльке под жировой Лаптевой, на шуруповерте ее мужа. Получается, жена отравила мужа супом, ввиняя в гибели сына. А муж, как опытный грибник, мог сообразить, что отравлен. И чем именно? У отравления блеклой поганкой очень специфические симптомы. Рвота, потеря сознания, а потом наступает период ложного благополучия. Это когда патологические процессы в организме продолжаются, но человек чувствует себя хорошо. Наверняка он знал, что противоядия нет, вот и убил жену в отместку. Посмотрим, что Артем скажет. Жили они долго и счастливо, и умерли в один день. Когда именно? Время смерти Лаптева вчера около 22 часов. Причина – острая печеночная недостаточность, вызванная ядом блеклой поганки. У него были проблемы с печенью, поэтому смерть наступила достаточно быстро. Понятно. А его жена? Причина смерти – травма мозга, вызванная вогнанным в височную область шурупом. Время около 23 часов. То есть версия, что убийца – отравленный муж, отпадает? Безусловно. К тому моменту он уже был сам мертв. И вот еще. Лаптеву обездвижили шокером, потом истязали, винчивая в тело шурупы. Она потеряла много крови до того, как была нанесена смертельная рана. Кстати, в подногтевом содержиме Лаптевой следы всех грибов и супа, кроме поганки. То есть и она его не убивала. Очень интересно. Убиты пенсионеры Лаптевы. Улики свидетельствуют о том, что жена отравила мужа, а он вогнал ей в голову шуруп. По показаниям соседей, Лаптевы обвиняли друг друга в смерти сына, погибшего в ДТП. Но ФЭС доказывает, что с пенсионерами расправился кто-то третий. На вороте кофты Лаптевой, в том месте, где была электрометка, микрочастица Резы Карпона географического. Это еще кто? Никто, а что? Это декоративный лишайник. Его часто используют для ландшафтного дизайна. Это еще большой вопрос. Растения что или кто? Они дышат, реагируют на эмоции. Но это мы с тобой потом обсудим. Сейчас важно, что Лаптевы Резы Карпона не выращивали. Они дома, не на строящейся даче. А ты там чем занят? Ищу прыгающего скейтера. Проверил в соцсети, местные скейтеры катают в заброшенном пионерлагере. Мобильную связь там не ловят, телефоны не отследишь. Олег, ну что-то я никаких скейтеров тут вижу. Степа, тормозни. Смотри-ка, стишок. Бабушка дедушку очень любила, супчиком с ядом его накормила. Дедушка бабушку тоже любил, крепко гвоздями к забору прибил. Так это же буквально описание убийства Лаптевых. За исключением того, что они друг друга не убивали. Да. Причем написано недавно. Да, и еще много стихов. Они почти все стерлись. Да нет смысла глаза ломать. Анализ энергетического спектра, имитированного рентгеновского излучения, гораздо точнее. И что он у тебя показал? Пыли из смывов со стежков, микрочастицы давно запрещенных токсичных красок, в частности гуаши, содержащие фенол. Энергодисепрессионная рентгеновская спектроскопия, конечно, штука хорошая, но мои глаза еще лучше. И что ты увидел своими глазами? Бактерии рода актиномицеты. И цианобактерии. А они обычно где живут? На музейных экспонатах. А в музее могут быть картины со старыми токсичными красками. Вот. Так. Музей в Тре Волгина всего два. Краеведческий, где идет ремонт уже лет десять. И частный музей в доме некоего гражданина Цыпкина. Музей чего в доме гражданина? Школьного фольклора. От раннего СССР до наших дней. А этот Цыпкин случайно не скейтер? Нет. Наоборот, культуролог. Устами младенцев глаголит истина. Понимаете? Дело в том, что дети удивительно точно передают, так сказать, ощущение эпохи. Ну вот, например, перестроечный период. Он очень ярко выражен в так называемых садистских стишках. Это все, конечно, очень интересно. Но скажите, зачем вы писали стишки в заброшенном пионерлагере? Это не я. Это Катя, моя дочка. Катя! Слушайте, я вам покажу. Это удивительное зрелище. Правда, у меня там звук на ноутбуке не работает. Ну ничего. Пройдемте. Вот. Секунду. Дело в том, что я придумал, как переделать пионерлагерь в тематический парк. Ну, конечно, для этого нужны деньги. Пришлось обратиться к краудфандингу. Ну а там, чтобы достичь успеха, нужно, чтобы видео были, так сказать, яркими. Ну вот и мы снимали ужастики. А стишки где брали? На странице в соцсетях нашего музея. Я попросил подписчиков, чтобы они присылали, ну, запомнившиеся им из детства, так сказать, образцы школьного фольклора. Скажите, среди этих ребят были скейтеры? Скейтеры? Ну, само собой, да, были. А с прыгающей походкой никого не было? Нет. Это же скейтеры. Они не ходят. Они, понимаете ли, катаются. Ну, удивительно то, что у этих ребят, у скейтеров, потрясающий сленг. Кушал эксперт за компом. На работе глазки сломал и желудок испортил. Не занудствуй. Я изучаю школьный фольклор. Кстати, некоторые стишки выкладываются на страничку музея анонимно. С разных левых телефонов. Стишок про убийство тоже? Да. Стишок про баню. По улице голые бабы летят. В бане взорвался гитарный снаряд. Представляешь, стишок-то сбылся. В женском корпусе общественной бани реально кто-то рванул хлопушку. Видео с полголыми бабами, бегущими по улице, выложили в сеть добрые прохожие. Уже два стишка сбылись. Про баню и про убийство. Да, вот я и решил про ее друг больше. Изучаю публикации в СМИ. Полицейские сводки. Ну и вот, пожалуйста. Что там? Две недели назад аноним закинул на страничку музей стишок. Мальчик створил из травы молоко. В кашу добавил его он легко. Долго тупая училка ругалась. Дети обалдели. А ей не досталось. И через пару дней в местной школе случилось. Вот это. Боже мой, помогите! Кто-нибудь помогите! Кто-то заменил молоко для каши на монагу. Молоко, в котором коноплю вываривали? Видео снял прохожие, выложил в сеть учительцу Богачева. Она в столу убедала, глижурила. Дети избили под кайфом. Жуть какая. А еще случаи сбывшихся стишков есть? Есть. За два дня до убийства лапцев пьяного сторожа Виталия Михайловича Ступина Ночью на стройке залили бетоном. Только кроссовки, нос и рот на поверхности остались. А, я помню похожий стишок. Как же там? «Сторож под датой постройки гулял». А это не ты его на сайт музея закинул? «Сторож под датой постройки гулял. В яму с бетоном случайно упал. Где же Михайлович?» С утра был вопрос. Из пола торчали кроссовки и нос. Галина Главна, похоже, в «Три Волги» назовелся серийный шутник, который размещает на странице музея и воплощает в жизнь жестокие стишки. Шутник начал с бани, повысил градус. Сперва детей наркотой накормил, потом сторожа забетонировал. А закончил убийством. Алиби хозяина музея проверили? Да, во время убийства лаптевой и Цыпкин читал лекцию онлайн. Я думаю, что шутник скейтер. Может, пострадавшие от шуток сообщают что-то более конкретное? Да. Ну, в общем, тут облом полный. Голые бабы эти, то есть клиентки банного комплекса, ничего и никого подозрительного не видели. Олег, попробуйте поговорить с забетонированным сторожем и училкой, которую дети избили, Богачевой. Она, кстати, оказалась невестой погибшего сына Лаптевых. А вот это уже интересно. Не особо. Они пожениться не успели, только подали заявление в ЗАГС. Так что от смерти Лаптевых Богачевой ничего не выигрывает. С ее учениками я по телефону поговорил. Они ничего не видели, ну, или не помнят. Они же под кайфом были. Ну, тогда давай, Данилов пускай с училкой разбирается, а мне со сторожем как-то попроще. Боюсь, я плохо знала родителей своего жениха. Их убил тот, кто подменил молоко в школе? Пока неизвестно. А что вы можете рассказать об инциденте в школе? Я уже говорила полиции, что ничего подозрительного не видела. Вы упоминали в показаниях, что на кухне школы нет вытяжки, что там всегда открыто окно. Да, и проникнуть внутрь мог каждый. Камера в школе только на входе. Пойдемте, я вам покажу. Да, конечно. Жизнь наша, друзья, дорога. Кто-то знает, куда по ней идти. Кто-то придет наугад. Водка скрашивает это бессмысленное занятие. Но она же избивает с Путина. Так что же делать? Правильно. Выпьем. Старший лейтенант Воеводин, ФС. Гражданин Ступин, на что пьем третий день? Откуда узнал, что третий? Так ваш телефон уже три дня тут торчит. Слыхали, мужики? А вы мне не верили, что за нами в спецслужбе следят. Где бабки взял, не скажу. Мое дело. Я свободная личность. Ну, раз так, то на ближайшие сорок восемь часов не особо свободная. Вы задержаны. В кармане сторожа Михайловича Воеводин обнаружил пять тысяч разными купюрами. Он успел прокутить пятнадцать тысяч. Так вот, на деньгах частички резакарпона географического. Того же лишайника, что и на одежде лаптевой. По всей видимости, вам заплатил убийца этих людей. За что именно? Убийца? Не понял, а при чем тут? На меня же детишки напали. Детишки? Ну, может, подростки. Но я их не опознаю. Они в масках были, вот, как у лыжников. А я сильно был под парами. Кто вам заплатил? Без понятия. Бабло в сторожке оставили, пока я в бетоне отмокал. А к баблу записка прилагалась, на компьютере напечатанная. Ты ничего не видел. Где записка? Я ее выкинул. Нафига она мне? На лопате, которой выкладывали бетон для бетон-мешалки, чтобы забетонировать Михалыча, никаких биоследов нет. Все тщательно протерто хлоркой, еще до изъятия полиции. В общем, в сторожке, никаких следов, их лоркой до сих пор воняет. Михалыча явно прибрались, пока он в бетоне отдыхал. Угу. До связи. Итак, шутник – это не один человек, а группа детей или подростков. Они очень хорошо организованы, аккуратные, при том, что действуют вызывающе и нагло, и у них есть деньги. Согласен. Ладно, пошли в гостиницу уже. Спать пора. Жестоко убиты пенсионеры Лаптевы. Незадолго до этого в заброшенном пионерлагере появился написанный на асфальте стишок, описывающий убийство. Там же были и другие сбывшиеся стишки. ФЭС выясняет, воплощала стишки в жизнь группа подростков. Возможно, они заигрались настолько, что дошли до убийств. Холодов, ты видел, который час вообще? Да, я тоже спал, между прочим. Но тут на страничку музея новую поэзию выложили. Про нас. Давай, читай. С выражением. ФЭСовцы храбро всех победили. Маньяков с форами в тюрьму посадили. Сели за руль и нажали педаль. Мигом умчавшись в гремящую даль. Степ, давай, беги к машине. Быстро, быстро! Степ, ну что мы как бомжи? Тут бар круглосуточный напротив. И машину оттуда прекрасно видно. Сидели бы, пили кофе. Мы легких по тени ищем. Это же Катя, дочь Сыпкина. Смотри, если эти шарики от подшипника глушитель закатить, при езде будут жуткие звуки. Гремящая даль, тающая. И не вытащишь их потом. Только глушить и резать. На вашей шапочке, Екатерина, найдена слюна Ступина и микробрызги бетона. Вы участвовали в нападении на сторожа. Еще убийство пенсов на меня повесьте. Вряд ли вы смогли бы в одиночку привинтить к забору Лаптеву. Она была женщина в теле. Чего вы хотите-то от меня? Имена. Имена ваших сообщников. В первую очередь скейтера с прыгающей походкой. Помощь следствию вам зачтется. Вы идете по ложному следу. Моя Катя, она не могла. Но алкоголь в 15 лет она, видимо, употреблять могла. Катина мама нас бросила. Но поймите, она еще ребенок. Вон у нее везде игрушки стоят. А это, видимо, тайный телефон. Я ломанул левый телефон Кати Цыпкиной. Катя общалась с друзьями, с левой же симками в чате. Ну, ясно. Для конспирации. А что писала? Отцу пофиг на меня. Его только тупой музей волнует. И вот в чем. Народ, а давайте отцу трышак устроим. Сделаем те стишки, что он собирает, реальностью. Похоже, мил девочка Катя и идеолог Шутников. Может быть. Ну, явно не спонсор. 20 тысяч сторожа Катя не могла сплатить. Цыпкина, мягко говоря, не богата. Ого! На ее одежде пятно деликатесного устричного соуса. Интересно, а где она его посадила? Три Волгина такой соус подают только в ресторане Семена Чахова, где средний чек 10 тысяч. Катя, такой ресторан явно не по карману. Проверю перекрестные связи Чахова и фигурантов дела. Слушай, сам Чахов в деловой поездке уже месяц. Но у него есть сын, Денис, скейтер. С прыгающей походкой. Ну и долго вы еще будете молчать? Мы уже вычислили Дениса Чахова. Вычислим и других ваших соратников, соучастников. Не вешайте на нас убийства. Это все Дэн. Он мой краш. Вы влюблены в него? Ну да. Как на заброшке его увидела, пропала. Но Дэн кринжовый. Он вас пугал? Да. Я папе на его страницу дурацкую отправляла только ржачные стишки. Как про баню. А Дэн стал слать жесть. Про кашу? И сторожа. Вы ведь уже его знаете. Дэн реализовывал всякий трэш. Нас на это подбивал. Может и наубил кого-то. Я не в курсе. Но без нас. Добрый день. Старший лейтенант Воеводин. ФС. Скажите, вы мама Дениса Чахова? Мачеха. Мне нужно найти вашего пасынка. У него телефон выключен. Я сама очень за Дэнчика переживаю. Найдите его, пожалуйста. А он ведь мне как родной. Я же не просто мачеха. Я Дэна с пеленок воспитываю. Нянька его была. Мама его при родах умерла. А отец в разъездах вечно. Найдите его, пожалуйста. Ого, черт. Ну что там, новый стишок? Угу. Папочка мальчика не понимал. Мальчик старался, но очень устал. Озеро крови и холмик костей. Мальчик смешается с кучей детей. Ну это уж совсем какой-то трэш. В стишок отправили с левого мобильника Дениса Чахова. Телефон включился на минуту, потом сразу выключился в центре Треволгина. Проверь, где там планируется скопление детей. Может детский праздник? День рождения одноклассницы Дениса в ресторане Чахова. Только не планируется, а уже идет. Он зерден. Так, Вась, поключу директора. Сюб! Чего? Не знаю. Интуиция. Уводи детей. Я помогу. Сюб, тут либо я один, либо все. Давай быстрее. Так, ребятушки, сейчас все на улицу. Ну, скорее, скорее. Там сюрприз. Давайте, давайте. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Короче, Дениса забрала скорая. Ждем результатов обследования. Да тут и без экспертизы видно, что взрывчатка динамит. Старый и недобрый. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Он самый. А на взрыватель следы хлеба, опарышей и крупы. Чудный микс просто. Чудный прикорм для рыбы. Слушай-ка, на взрывчатке капли пота с ДНК неизвестной женщины. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Из больницы прислали образцы крови Дениса Чахова. У них наркотики. А врачи нашли место укола на его шее. И следы хлорофор у рта. Выходит, главного шутника вырубили и накачали. Если бы Степа с Олегом опоздали бы еще на пару минут. Мальчик выглядел бы убийцей, покончившим с собой. Как в стишке. Смешался бы с кучей детей. Мать. Я никого не убивал. Бедцев этих Лаптевых я вообще не знаю. Что с вами произошло? Догнал кто-то сзади, ударил. Взгляните. Это следы ваших кроссовок? Моих. Но они куда-то делись пару недель назад. Я до сих пор не могу их найти. Ну вот кому было выгодно подставить Дениса Чахова и имитировать его суицид? Его бабушка, которая мама мамы, оставила ему в наследство квартиру в Питере. За Денисом наследует отец, но у него успешный бизнес. И в стране его нет и не было в день убийства. Санаследница Дениса, как еждивенец, его тетка. Василиса Шорохова, сестра матери. Инвалид-сердесница. Без Дениса квартира досталась бы ей. И, кстати, живет она в Треволгина. Ну, ДНК из женского пота не показала родственную связь. Так может, это Шорохова не родная тетка? Версия, что она убил Лаптевых, обвязала племянничка. Взрывчатка, конечно, бредовая. Ну, проверить нужно. Извините, у нас валидола нет. Сердце. Прихватило. Спасибо. Василиса Шорохова, не родственница Дениса. И на бомбе не ее ДНК. При этом она родная сестра матери Дениса. Как такое может быть? В молодости мать Дениса была донором яйцеклеток. Ее ДНК Денису тоже не рос сына. Может, мальчика усыновили? Или он небрачный сын отца. Все бывает. Вы получили ДНК Чахова-старшего? Спасибо. Спасибо. Получили чинно, благородно. При обыске присутствовала его жена. О, как. И Чахов не отец Дениса. Да, Олег. Угадай, что я нашел на участке Чаховых. Ризокарпон географический. А в сарае следы поганки блеклой и кровь лаптевой. Как все могло бы быть? Марина Чахова была нянькой Дениса после смерти его матери. Младенец родился недоношенным. Видимо, умер. Марина заменила его на живого мальчика, чтобы не потерять хорошую работу? А ты, похоже, прав, Артем. Чахов умотал за границу сразу после смерти жены. Сына он видел при рождении через полгода. Мог и не заметить подмену. Это был несчастный случай. Сын Чаховых умер. Я не виновата была. Что мне было делать? Где вы взяли живого ребенка? От него мать отказалась. Оставила в роддоме. У меня подруга помогла. Она там работала. А Денис вырос. Стал плохо себя вести. Закон нарушать. Вы изумели следы инцидента со сторожем и бетоном. А после убийства Лаптевых решили избавиться от Дениса. Боялись, что вскроется подмена? Исбавиться? Да вы что? Денис мне как родной стал за столько лет. Чахова, скорее всего, врет. Денис ей нервы-то потрепал. Может и так. Но где она могла добыть динамит со следами прикорки для рыб? Пять лет назад в Три Волгина было заведено дело по статье о незаконной добыче водных биоресурсов с применением взрывчатых веществ, динамита. Против отца. Чего? Учительницы Богачевой, которую дети избили. Слушай, еще я там только не нашел. Следы динамита, поганки блеклой, прикормку. В общем, Денис никого не убивал. И мачеха его тоже. Их подставили. Ты посмотри, что у нас здесь. Три Волгинская работа до революционного периода. Прадед Лаптев был ювелиром. Его большевики расстреляли. На взрывателе ваше ДНК. Вы ведь учитель химии. Собрать бомбу для вас не проблема. Видимо, до расстрела прадед Лаптева сумел спрятать кольцо. Будущая свекровь мне его показала. Мол, после свадьбы твою будет. А тут мой женишок погиб. Старуха долго не признавалась. Хотя кольцо мое по справедливости. Специфическое у вас чувство справедливости. А что, Лаптевы сидели на таком сокровище, будто драконы какие? Ни себе, ни людям. А тут Денис Чахов устроил в школе черти что. Вам же его мачеха заплатила, чтобы вы молчали? Заплатила. После того, как меня избили эти мелкие уродцы. Тогда я решила убить Лаптевых. Сначала отравить деда, потом выпадать у Алины, где кольцо, а подставить Чаховых. А с какой радостью я бы детишек взорвала. Как же они меня достали. Бледный, как смерть, идет еле-еле. Высушен мозг в измученном теле. Как же случилось, что вид такой жуткий? Вредно работать четвертые сутки. Индивидуальная медицинская аптечка рассчитана в первую очередь на оказание помощи себе самому. В походе, на охоте, в боевом выходе. Во вторую очередь, что эта помощь окажет кто-то другой, пока вы находитесь без сознания. Если вы решили оказать помощь товарищу медикаментами не из его, а из своей аптечки, не удивляйтесь потом, что себе помощь оказывать будет нечем. Аптечка должна размещаться так, чтобы ее можно было открыть одной рукой из любого положения. Это оптимальное размещение медицинской аптечки на 12 часов. Ее лучше всегда носить с собой, поскольку вы не знаете, когда она спасет вам жизнь. Кто-нибудь из вас слышал про эффект свидетеля? Это когда люди не помогают, потому что уверены, что эту помощь окажут другие. Например, в метро или на улице кому-то становится плохо. А все идут мимо. Кто-то от равнодушия. Ну, а большинство просто не знают, что надо делать. Ну, чего встали? Человек ранен. Падает. Кровотечение усиливается. Кожные покровы бледнеют. Куда ты полез? Куда? У нее свой есть. Стоп! Мы ее потеряли. Кто мне скажет, какую главную ошибку вы совершили? Суета и споры ведут к потере драгоценного времени. Если вы знаете, как помочь человеку, не надо стесняться попросить остальных не мешать. Стоп! Только регулярные тренировки помогут вам добиться успеха. Надеюсь, когда меня ударят настоящим топором, вы не подведете, и я выживу. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Серег, труп нашел работник, пришедший по просьбе хозяина дома убрать территорию. А у тебя что? Ну, как сам видишь, трупа натекла в лужи крови диаметром более метра. И края лужи ровные. На периферии брызг нет. Что указывает на постепенное истечение и распространение? Прямо в лужи крови, как видишь, располагается след от обуви. Думаю, да, тридцать восьмого размера. Обратите внимание, под головой трупа полена, на правой ноге рубленая рана. Окровавленный топор и чурбак, что здесь рядом. Поверх раны недотянутый турникет с черным язычком. Вора доктора Никеты сломана пополам. Так, погибший Глеб Юльчапраксин. 45 лет, врач-реаниматолог, вдовец без детей и родственников. Известный специалист показания экстренной медицинской помощи. Неоднократно оказывался в составе бригады медиков в горячих точках, в зонах ликвидации чрезвычайных ситуаций. Помимо работы в больнице, открыл в своем городе школу экстремальной медицины. Проводил занятия в охранных структурах, спортшколах и вел передачи на ТВ. И такой человек не смог себе оказать помощь? Странно. Еще более странно, что Апраксин признавал только турникеты с металлическими воротками, а не пластмассовую дрянь. Говорил, что на жизнь экономить нельзя. Он профессионал. Понимал, что пластмасса – дело ненадежное. Спасибо. Именно. А в аптечке у него оказалась та самая пластмассовая дрянь, которая, возможно, его и подвела. Вороток турникета не выдержал пиковой нагрузки. Там одна камера на входе в дом висит, и одна на въезде. С этой я уже видео смотрел, никого посторонних на участке не было. Этот работник как зашел, так почти сразу же и выбежал. Да, а вот здесь камер. Нет. Нет. Ты обрати внимание на щеколку. Выходи, выходи туда. Закрывай. Вот ее, видишь, элементарно открыть с той стороны без проблем. Хотя, возможно, к смерти доктора это не имеет отношения, но... Что у нас получается? Апраксин рубит дрова, промазывает, бьет себя топором, открывает аптечку, достает турникет, чтобы остановить кровотечение, накладывает его, закручивает вороток, но он ломается. И так охлобевший от кровопотери и болевого шуха доктор, ну, например, подскальзывается, падает, ударяется головой об полено. Тереть сознание, умирает от кровопотери. Все было не совсем так. Да, смерть наступила от острой кровопотери 6-7 часов назад. Но характер раны на своде черепа свидетельствует, что жертва не упала, а получила удар тупым твердым предметом с цилиндрической поверхностью, возможно, поленом. Кровь и волосы на полене принадлежат Апраксину. При падении с высоты собственного роста человек может удариться боковой частью головы, лбом, затылком, а макушкой не может. Ну и сила удара разная. Топор вошел в бедро Апраксина, когда тот лежал. Смотри, сначала я определил направление и траекторию формирования повреждения. Вот человечек замахивается топором и ударяет себя по бедру. Но раневой канал у жертвы намного выше. У Апраксина поврежден крупный артериальный сосуд. Значит, будут брызги от фонтанирования. Если бы жертва находилась в вертикальном положении, то при выбросе крови мы бы увидели следы дугообразных струй. Крупными, удлиненными пятнами. Выброс был настолько мощный, что обязательно были бы потеки на ближайших вертикальных предметах. В данном случае на поленнице. В направлении движения струи. Но окружающие предметы не забрызганы. Радиус дуги меньше. А значит, ты прав. В момент удара Апраксин лежал. Это убийство. Во дворе своего дома найден мертвым основатель школы экстремальной медицины Глеб Апраксин. Похоже, доктор нечаянно рубанул себя топором по бедру и не смог остановить кровотечение. Но Фесс выясняет, он отлично умел оказывать помощь себе и другим. И выжил бы. Будь это несчастный случай. Доктора убили. Убийца пытался создать видимость, будто у доктора при самопомощи сломался турникет. В ухе погибшего есть внутренняя гематома и отек. Но это же не может быть следствием удара по голове, который Апраксин получил перед смертью. Нет, это именно травма уха. И Апраксин получил ее около пяти дней назад. С кем это подрался? Похоже на то. И насколько серьезными могли быть последствия этой травмы для здоровья? Весьма серьезными. Апраксин вполне мог оглохнуть на это ухо. В следах обуви 38-го размера с места преступления, помимо крови Апраксина, есть микрочастицы нового паркета, штукатурки и ремонтной пыли. А на подошвах обуви убитого следы старой цементной и бетонной крошки, собачьих испорождений, прости, и паутины. Какие разные следы на одном месте преступления? Зрянька. Черепки от глиняной посуды. Слушай, такая же, только целая стоит на террасе. Ух ты! Ты посмотри, Степ. Очень похоже на кровь. Интересно, чья? Не Апраксин или? Кровь принадлежит мужчине, но не Апраксину. Получается, это Апраксин кого-то приложил? Интересно, кого? Сними пальчики, узнаешь. Ага. Отпечатки на упаковке принадлежат Апраксину и Усову П.А. Павел Алексеевич Усов. Проходил дактилоскопическую регистрацию в лицензионной разрешительной палате Росгвардии при перерегистрации охотничьего оружия. Сейчас поищем гражданина в соцсетях. Усов проходил курс тактической медицины в школе Апраксина. Павел Алексеевич, дело в том, что у нас есть информация, что позавчера вы выложили на страничке Апраксина пост о том, что он втюхивает ученикам своей школы некачественное медицинское оборудование для оказания первой помощи. Причем за откаты. Да, а вчера вы этот пост удалили. Так втюхивает или нет? Это неудобно получилось. Доктор рекомендовал нам турникеты определенной марки и сказал, где их можно купить. И вы там и купили? Ну да, купил несколько штук. Один из них сыну отдал. А его чудо спасло, а не турникет. Какое чудо? Сын мой Гришка, трейсер. Секундочку, трейсер это по крышам прыгает и балконом, да? Ну да, они самые. Сын мой сорвался и напоролся на арматуру. Товарищи пытались оказать ему помощь. А турникет, который продвигал Апраксин, сломался. Хорошо, скорая быстро приехала. И вы решили Апраксину отомстить? Ну, например, морду ему набить, да? А решил, но не получилось. Доктор меня два счета скрутил. Упаковку с салфетками откройте. Вот это чуть не убило моего Гришку. Странно, на упаковке написано, что вороток из алюминия. А на деле пластик. А я и не заметил. Да оно не соответствует описанию. Ну, тогда я сейчас поеду и все... Так, спокойно. Я сам разберусь. Обещаю, малым не покажется. Степ, достал я все турникеты. Видишь, в чем дело? Они все с красными язычками. Так, а на трупе был с черным. Смотри, в упаковке должны быть турникеты с металлическим воротком. Но лежат пластиковые. Да ладно бы пластик был хороший. А то ребенок может одной рукой погнуть. Усов заказывал турникеты для себя и для охотничьего клуба. Похоже, магазин при большом заказе подменил качественную продукцию на пластмассовую дрянь. А вот с ней заметит. Вот ироды. Серег. Я вот все думаю. Откуда взялся турникет с черным язычком, который был на трупе? Может быть, Апраксин купил эти турникеты для школы, думал, что там воротки металлические, а оказалось, пластмассовые. А давай-ка мы это проверим. В смысле, в школу ехать? Ага. АПЛОДИСМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕН ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И что это было? Разрешите? Добрый день. Мы их вам из федеральной экспертной службы. Здравствуйте. Майор Майский, капитан Данилов. Здравствуйте. Мы расследуем убийство Апраксина Глеба Юрьевича, директора вашей школы экстремальной медицины. Вот постановление на обыск. Ознакомьтесь. Вы позвольте? Да, конечно. Проходите. Да. И нигде нет пластмассовых турникетов с черными язычками. А что это за всадник без головы? Это манекен для сердечно-легочной реанимации. А как вы его реанимируете без головы? Вещь-то дорогая. Так где голова-то? Глеб Юрьевич рассказывал, что его хотели ограбить. Манекен из машины украсть. Но он отбился и манекен притащил в школу чинить. Ограбить на манекен? Кто? Что это было? Я не знаю. Когда это было? Дни пять назад. Так, ну часть отпечатков на манекене принадлежат Апраксину. А часть его сотрудницы Яшкиной. А вот эти крупные мужские, возможно, принадлежат грабителю, но по базам он не пробивается. На манекене свежие подражавые неизвестного мужчины. В базах их тоже нет. Скажите-ка, а какое отношение все эти плакаты имеют к экстремальной медицине? Глеб Юрьевич подал заявку на аренду заброшки. Он хотел открыть там школу выживания в городских условиях. Но это здание отдали московскому предпринимателю. И он подозревал, а что за взятки? Да. Он хотел устроить скандал и вывести на чистую воду этого мсдоимца. А кто взяточник? Я не знаю. Парни, Апраксин несколько раз был на приеме у замдиректора департамента имущества Вадима Рушевского. Он оформлял электронный пропуск. Думаю, этот Рушевский и есть тот самый взяточник. Слушай, надо навестить его. Если чиновник не хотел скандала, вполне мог убить Апраксина. Инсценировав несчастный случай. Прямо с языка снял. Во дворе своего дома найден убитым основатель школы экстремальной медицины Глеб Апраксин. На первый взгляд он не смог оказать себе первую помощь и умер от кровопотери. Но ФЭС выясняет, Апраксина убили. Под подозрением чиновник Рушевский, которого погибший публично обвинил во взяточничестве. Здравствуйте. Федеральная экспертная служба. Погоди, Сань. Видишь, какая солидная контора интересуется. Капитан Данилов, майор Майский. Гражданин Рушевский? Да, о чем, собственно, дело? Скажите, пожалуйста, вы знакомы с господином Апраксиным? Ах, вот он и что. И до ФЭС добрался. И вам мозги компостируют, что я гад и взяточник. Ну, не совсем так. А я ведь наоборот. Садик новый, магазин, ремонт в отделении полиции. Это все благодаря мне. А почему? Почему? Да потому что мне не все равно, в какие садики ходят наши дети и в каких условиях служат стражи правопорядка. Мы вас услышали. Я вообще никакой взятки не брал. Все было по правилам. А с другой стороны, решил связываться с доктором себе дороже. А, и поэтому вы... И поэтому вчера, по моей личной просьбе, московский предприниматель отказался от заброшки. Соответственно, победа в тендере автоматически достался Апраксиным. Конечно, это все не просто так. Мне пришлось изрядно попотеть, чтобы москвичу предоставить достойную альтернативу. Да, неожиданно прямо. А этот гад ФЭС нам надо травил. Тварь неблагодарна. Скажите, а вообще сам Апраксин-то в курсе, что он в тендере победил? Ну, разумеется. Я вчера сообщил ему об этом. Поэтому не понимаю, в чем, собственно, дело. Все же порешаем. Арушевский не врет. Конкурс по итогу выиграл Апраксин. Я тут подумал, следы на обуви Апраксина могут быть с этой заброшки. Ну, это логично. Надо же было смотреть свои владения. Да, и был Апраксин там недавно. Следы на обуви совсем свежие. И что это нам дает? Без понятия. Но проверить надо. Слушай, неплохое место для школы выживания. Да. Степ, поди-ка. Это что же за след такой страны? Как думаешь? Братья по разуму оставили? Нет, нет, нет. Скорее, брат по неразуму. Ну, помнишь, чувак на глобусе сидел? Илюхин Дмитрий Евгеньевич. Член сообщества борьбы с перенаселением планеты. В смысле борьбы с перенаселением? И каким образом они с ним борются? Отстреливают, что ли? Ну, в первую очередь, они борются с рождаемостью. Вот эмблема наших борцов с перенаселением. Человек на глобусе означает буквально, что ресурсов на всех не хватает. И люди рано или поздно уничтожат, раздавят планету. Илюхин 23 года, он безработный. Судя по всему, он состоит на учете в психдиспансере. Так и есть. Шизотипическое расстройство. А-а-а. Федеральная экспертная служба. Гражданин Илюхин, открывайте. Нам нужно пообщаться. Серега, будь готов. Ты был прав. У нас побег. А ну-ка, стой. Гражданин Илюхин. Стой, не дергайся. Чего это вы от нас все бегаете, да бегаете? Я всего лишь хотел объяснить доктору, что он делает из слабых людей сильных. Это противоречит естественному отбору. Вы устранили его поэтому? Я никого не устранял. А чего ж тогда от нас бегаете все? Я решил, что баба полицайна травила на меня фэс. Это же вы все против свободы слова. Нет-нет, мы как раз за. С удовольствием вас послушаем. Ну что там за баба полицайна? А то вы не знаете. Я не знаю. Я всюду ходил за доктором. Пытался ему объяснить свою позицию. Ведь наша планета... А вы его с кем-то видели? Он тайно встречался у школы с бабой полицаем. Ну, в плане... Она что, в форме была бабой-то, ну... Нет. Но как только меня увидела, подошла ко мне, сунула под нос ксиву, даже не раскрыв. И начала угрожать. Слышь ты, чудо с глобусом! Испарись! Я вас не боюсь. Катись давай! Следом! Еще раз тебя увижу, в дурку закатаю. Так, на глобусе, кроме прочего, обнаружены микрочастицы паркета, штукатурки и ремонтной пыли. Такой же набор, как в следах 38-го размера около трупа. То есть глобус пнула та же женщина-полицейская, которая оставила свои следы около трупа Апраксина? Да. Потужевые следы на глобусе близкородственные по типу сестра-брат. Мужчине, который пять дней назад пытался украсть манекен и оставил на нем свои потужевые следы. Пять дней назад? Это когда Апраксин получил травму уха? Угу. Статья 111-го КРФ. Если бы Апраксин оглох на одно ухо, брата-баба-полицая закатали бы до серьезных срок за подчинение тяжких телесных. Ну, теперь не закатают. Ну, вот и мотив. Но почему нет дела о попытке ограбления? Надо эту бабу-полицая найти. Покажем Илюхину фотографии всех сотрудниц местной полиции, прокуратуры и следственного комитета. Присаживайтесь. Зачем вы меня сюда притащили? Я домой хочу. Посмотрите внимательно. Не хочу. Дмитрий Евгеньевич, ну, вы что, как маленький? Пожалуйста, посмотрите. Может, кого-нибудь узнаете из этих женщин? Я не хочу в дурку. То есть, вы ее боитесь? Нет. Ну, так помогите нам. Какой борец, если сразу испугались? А вы не скажете, что это я ее опознал? Нет, обещаю. Показывайте. Вот она. Уверена? Вот это мой глобус пнуло. Капитан Фатеева оперуполномочен. На телефоне Фатеевой куча сообщений про любовь от какого-то мужика. Ага. Любовная переписка. За последние 10 дней Фатеева не ответила ни на одно из сообщений. Ну, может, они по телефону разговаривали? Я. 37 отвеченных. Номер принадлежит некому Снегиреву. А его жена, кстати, следователь. И работает в том же отделении, что и Фатеева. Его жена следачка. Узнала о нашей связи. А пять дней назад моего брата наркомана задержали. После попытки украсть манекен и драки с Апраксиным. И что? Снегирева выезжала на происшествие. Составила протокол. А потом поставила мне условия. Либо я забываю про ее мужа, либо на брата будет заведено дело по посадочной статье. Травма ухо? Да. От удара доктор перестал слышать. Если выяснится, что орган утратил свою функцию навсегда, это тяжкий вред здоровью. Снегирева уже дала Апраксину направление к сурдологу. Осмотр ведь возможно проводить только после того, как спадет отек. Так что у вас появилось время решить проблему. Я встречалась с Апраксином, предлагала деньги, чтобы он не делал экспертизу. На подошвах обуви Фатеевой и следы замытой крови Апраксина. А сверху кровь есть? Нет. А она была бы, если бы Фатеева убила Апраксина. Апраксин у меня денег не взял. Предложил услугу за услугу. Установите прослушку у моих соседей в доме номер 8. Вы же из полиции сможете как-то это устроить? А мне под статью неохота. Мне нужны подробности? Нет, не нужны. Я пришла к Апраксину в тот день, чтобы сообщить ему о том, что мне удалось добыть оборудование для прослушки и спросить, как доставить. но на звонок никто не ответил, никто не вышел из дома, поэтому я сама прошла на территорию. Музыка. 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 Я нашла тело, проверяла пульс, его не было. и сам он был уже весь макоченевший. Калина Николаевна, а я уже сказал, в общем, в доме 8 проживает друг Апраксина, Рудольф Негребецкий с сыном и невесткой. Так вот, Негребецкий уже две недели находится в реанимации с сердечным приступом и врачи дают ему от силы пару месяцев. Апраксин хотел прослушивать его сына и невестку. Может, у Негребецкого не приступ, а его родственники хотят его на тот свет отправить? Надо запросить кровь Негребецкого в больнице и пусть его медицинскую карту пришлют. Есть. Галина Николаевна, я проверил кровь Негребецкого на токсин и все чисто. И, судя по медкарте, у него уже давно проблемы с сердцем. И Апраксин наверняка об этом знал. Что-то я уже вообще ничего не понимаю. Может, у Апраксина были какие-то дела с кем-то из семьи Негребецкого? Возможно, с Миланой, его невесткой. Вот смотри, накануне убийства телефоны Апраксина и Миланы полчаса фиксировались в одном странном месте на повороте в поселок. Там даже домов нет. Пообщаться-то можно и в машине. Ты думаешь, что у Апраксина и Миланы Негребецкой что-то было? Если и было, то Милану нам вряд ли расскажет. А вот улики могут и проболтаться. Ну, что я. следы с дороги, как видишь, уходят на обочину, потом в кювет и упираются в эти кусты. Видишь, ветки поломаны. Похоже, на небольшое ДТП. Судя по колесной базе, это малолитражку вынесло с дороги. Сюда. Апраксина внедорожник. Это да. Ладно. На всякий случай возьму смыв с веток. Вдруг на них остались какие-нибудь микрочастицы краски или бампера, может. кузовы красного цвета. Смотри. Похоже на фрагмент фары. На ветке остались микрочастицы краски кузова красного цвета. Но по ходу с ДТП попала Милана Негребецкая. Возвращалась из больницы, навещала свекра на повороте в поселок машину занесло ну и съехала в кувет. Перепугалась жуть. Так-то вроде бы легко отделалась. Но мало ли вдруг что с малышом. А что там делал Глеб Апраксин? Он остановился, помог выбраться из машины, побыл со мной, пока приехал эвакуатор. Не могу поверить, что такого замечательного человека больше нет. Он всегда всем помогал. А сейчас где ваша машина? В ремонте, естественно. Милана Негребецкая. Милана Негребецкая. Милана Негребецкая. Я обнаружила в машине Милана Негребецкая крошечное пятно ее крови. Кровь совсем свежая. Вот нужна твоя консультация. В крови действительно? Да. Очень странно. В крови продукты распада мощного и довольно токсичного противозачаточного препарата. А как она тогда может быть беременна? Галина Николаевна, я нашел информацию, что Негребецкий полгода назад составил завещание. Так. Короче, я поговорил с нотариусом. Так вот, обязательным условием получения наследства сыном Негребецкого является рождение внука или внучки или беременность Милана Негребецкой жены сына на день смерти наследодателя. Зажмите. Галина Николаевна, Милана Негребецкая сейчас не беременна. И в недавнем прошлом беременна не была. Колдуй, баба, колдуй, дед. Заколдованный билет. Что наколдовал? Нашел в телефоне ложе беременной тетеньки удаленную переписку с магазином тактической медициной. На купюрах из кассы магазина ваши потожировые следы. Вы, должно быть, рассчитывали, что приедет инкассация и заберет наличку из кассы. Но вам не повезло. В смысле? Индивидуальный предприниматель, коим является владелец магазина, где вы купили жгут-турникет, сам определяет, при достижении какой суммы заказывать инкассацию. Жгут-турникет с черным язычком, который обнаружили на трупе вашего соседа. Купили вы. Это ничего не доказывает. Это еще не все. На ваших сережках обнаружены микрочастицы крови Апраксина. Может, уже пора рассказать правду? Что произошло во время аварии? Этот добренький доктор увидел ДТП и бросился меня спасать. А я его просила. Я сказала ему, чтобы он уходил и оставил меня в покое. Но он решил, что у меня шок. он понял, что я не беременна. А ведь мы с мужем все так хорошо придумали. Свекор бы умер, я бы предоставила нотариусу справку о беременности. Купленную? Естественно. А потом бы мы сделали вид, что был выкидыш. Но Апраксин все равно бы все рассказал Рудольфу. И наследство тю-тю. И вы решили не рисковать? Да. Купила аптечку, турникет. Глеб Юрьевич, добрый день. Нам бы поговорить. Ни о чем мне с тобой разговаривать. Домой иди. Домой иди. Получается, что Апраксин пострадал от своей доброты? Просто он всегда хорошо делал свою работу. И за это поплатился. Субтитры создавал DimaTorzok